Телеканал КРТ От бессмысленных убийств Красный Крест, ОБСЕ, ООН, другие посланники мира приложили немало усилий для остановки кровопролития, но когда переговорщикам не удавалось найти компромисс, война и мир замораживались, и статус конфликта низкой интенсивности растягивался на десятилетии. В полярном мире мы будем сравнивать мировые войны и конфликты с войной на Донбассе. Сегодня мы рассмотрим Югославский конфликт, тоже европейский, тоже постсоветский и тоже совсем недавний и закончившийся принудительным миром. Будет ли в Украине полезен опыт уже семи новых политических образований? Что у нас общего, а что точно неприменимо? И какой опыт можно перенести на восток Украины? Пусковый гачок. У Югославии на него натисли футбольные фанаты. Умовно, війна начинается с матчу ненависти между Динамо и Цервяной звездой. Фанаты ультрас на трибунах, на баррикадах, в окопах. Стадион с символическим названием «Максимир» и памятной табличкой тем болельщикам Динамо, для которых война началась 13 мая 1990 года. Сражение на этих трибунах и чья жизнь брошена на алтарь Отечества. 138 пострадавших в Загребе болельщиков и полицейских. Знаменитый удар Бобана. Звонимир Бобанна, будущая звезда Милана, тогда капитанствовал в Динамо и лично участвовал в драке. Впоследствии он сказал, те стычки послужили поводом для вспыхнувшей войны. Через 4 года полицейский, которого он ударил, публично простит Звонимира. А по поводу ультрас из Братиславы, ультрас Цервена Звезды, лидером фанатов Делия Север, герой из северной трибуны стадиона Мароккана в Белграде, Желька Рожнатович стал впоследствии сербским полевым командиром генералом Арканом со своей сербской добровольческой гвардией Тигра Аркана, через которую прошли более 10 тысяч сербов. Через год в Югославии начнется война. Чем вызвана такая ненависть именно на стадионе? Движение ультрас – это субкультура, это движение протеста, изначально доказывать любовь к команде не только на трибунах, но и на улице кулаками. Когда поддержка команды становится вторичной, а первичной получается влияние политических идеологий. Я бы хотел обратиться к Руслану Бортнику. Они способны к насилию. Потому что для нормального человека переступить эту грань и взять в руки оружие и начать кого-то убивать – очень сложно. Для этого нужны специальные люди, которые морально это уже переступили или переступали. Поэтому, конечно, ультрас, а мы видим, что ультрас в Украине – это вообще специфическая группа. Вы обратите внимание, что все ультрас украинские – они идеологически правые. Хотя это не так. В мире огромная масса левых ультрас. Посмотрите, что делали с Зазулей в Испании, с нашим футболистом Зазулей в Испании, например. В Украине движение ультрас давно было под контролем определенной правой франшизы, правой идеологической франшизы. Я бы даже сказал правой, очень-очень правой. Потому что там уже за границей крестьянство, там уже неоязычничество, вот такие все вещи. И, конечно, это движение выступило одним из локомотивов и противостояния во время событий 2013-2014 года в Киеве и во время разворачивания конфликта на Донбассе. Конечно, это движение использовалось как инструмент. Но кроме наличия радикальных групп в обществе, я еще вывожу два ключевых фактора возникновения кризиса сепаратизма в странах. Это первый фактор – это расслоение элит, когда части элит начинают ставить на внешних игроков. Одни на других, другие на других игроков. Вот расслоение элит, отсутствие солидарности элит хотя бы в базовых ключевых вопросах в отношении будущего страны. И второй фактор – это коррупция. Вот радикальные группы коррупции и расслоения элит практически во всех случаях дают вооруженный конфликт, сепаратистские движения или внешние вторжения. Поэтому это было неизбежно. Мы это понимали в свое время и пытались найти диалог с фанатской средой еще в 2010-2011 годах. Но это уже было сложно, потому что эта фанатская среда была достаточно управляемой определенными центрами влияния. Но и нам с этим придется еще очень долго жить. Скажите, Андрей, видите ли вы аналогию северной трибуны, северный сектор и украинским вариантом правого сектора? Поначалу это тоже обозначало конкретное место на стадионе, где размещались болельщики. Можно ли в дальнейшем прогнозировать развитие каких-то конфликтов в каких-либо странах с помощью этой социальной группы, заранее настроенных людей на протесты, как сказала Екатерина, у которых есть свои лидеры и на которых можно влиять определенным способом? Не всегда ведь болельщики занимаются коммерцией, работают с клубами по продаже билетов. Мы видим и довольно-таки неприятные вещи, когда болельщики на стадионах устраивают и дебоши, и срывы матчей уже по заказу каких-либо сил. Как вы думаете по этому поводу? Вы правильно упомянули коммерческую составляющую таких вещей. Почему все-таки болельщики? Да, здесь чисто утилитарный подход, потому что это удобно. То есть это не толпа, потому что если есть структура, это уже не толпа. Там есть десятники, сотники, командиры. То есть сетка высокомобилизованных людей, многие из них с хорошей спортивной подготовкой, многие устраивают вылазки, тактические учения, уличные бои. И поэтому их использовать удобно. Их удобно использовать в качестве наемников, что мы знаем, в том числе участие в различных коммерческих разборках. Что касается югославского сценария, то и матча ненависти, так называемый. Ну, там был совершен такой, так называемый, казус Б или повод к войне. Но мы знаем из права, что повод – это не всегда истинная причина. Обычные драки фанатов не приводят к никаким пагубным последствиям. Он Британии дерется, Франции – все дерутся, поляки. Однако, как такой триггер, как то, за что может ухватиться политическая власть, а также теневые кукловоды для того, чтобы развязать конфликт, показав жестокость с одной или с другой стороны в одном или другом ракурсе. Примерно похоже было и произведено у нас на Украине во времена Майдана 2014 года, когда те или иные средства массовой информации, органы пропаганды для того, чтобы воспитать ненависть в обществе, показывали либо, как ужасный Беркут избивает детей, либо, с другой стороны, показывали, как злобные нацистские фанаты избивают ребят из Донбасса или служащих срочников. Поэтому фанаты играют роль отличной картинки, мобилизационного ресурса и способа вызова ненависти. А че, разглядав справы фанатов, международный трибунал потем? Нет, нет, международный трибунал по Югославии рассматривал не дела фанатов, он рассматривал дела политического и военного руководства Югославских республик. Он рассматривал преступления против человечности, против человечества, военное преступление. То есть, как, поскольку на драке фанатов не было совершено таких преступлений, это, по большому счету, хулиганство, нарушение общественного порядка, убийство. То есть, это в данном том случае конкретном, не говоря о дальнейших политических последствиях, а чисто уголовном, это просто общеуголовное деяние, которое наказывается в стандартном порядке. Вот скажите, ну вот этот случай, это формальный повод развязать всеобщую анархию. Не произошло бы этого, произошло бы что-то другое. Условия так сложились. Первое, это ослабление репрессивного аппарата. Тита не только любили и уважали, Тита боялись. Там была спецслужба. Они расправлялись и с преступниками, и своими политическими оппонентами. Второе, идеологический вакуум. В Югославии была очень мощная идеология самоуправленческого социализма. Его пропагандировали многие левые социалисты во всем мире. Это было интересно. Я представляю, вспоминаю, когда я был в Югославии, еще в советские времена, тайком мне удалось привезти в СССР вот те книги югославских теоретиков. А может, просто вышел его час? Да, ну развалилось. И Тита ушел. И не срабатывала эта концепция. Дальше духовный кризис. Не только идеологический, но и духовный. Затем провокационные вбросы. Болельщиков кто-то должен был накрутить. За этим кто-то стоял. И не только уголовные элементы. И это все было в условиях естественного разложения старого, когда нужно было найти выход. Для этого должны были быть умы. Действительно, в Югославии мощная и дипломатия. Мощный государственный аппарат, теоретики. Но не нашлось тех, кто принял бы решение, как Дэн Сяопин и китайское руководство. Это один вариант сохранения империи. Второй вариант, как в Чехии и Словакии. Мирный развод. Или, как сделал мудрый Кравчук и Ельцин, они мирно развелись. Со всеми ошибками. Но они не спровоцировали тогда войну за Крым, за Донбасс, за что-то еще. И, наконец, международные гиганты. Уже Югославия была страна, которую было не жалко. Раньше Югославию поддерживали финансово и давали возможность Югославам ездить, работать в Германию и в Европе, потому что Югославия была фасадом демократического социализма. Ее нужно было уберечь от вовлечения ее в советский лагерь. А в это время, в 90-м году, Югославы обращались к международным финансовым структурам, за помощью им отказывали. Потому что они уже были не нужны. И, кроме того, были концепции. Нужно ли сохранять такую мощную европейскую страну, помогать ей восстановить, или лучше ее разделить по частям и потом включить в европейское общее пространство. Там много разных факторов. Но в то же время это сознательный, такой четкий расчет на то, что эту страну не жалко, и с ней нужно кончать. Ее нужно постепенно переваривать в других структурах. И готовы были пойти на очень большой, жесткий, жестокий конфликт.